друзья всем привет ваша любимая рубрика автохлам в эфире сегодня у нас нечастый гость на канале chevrolet orlando и попал автомобиль на канал по обычной всем нам уже привычной схеме идут года меняются десятилетия но схематика попадания автомобилей на канал она плюс-минус одинаковая не проверил купил попал написал отсняли автомобиль ну чаще всего бывает именно так но в сегодняшней схеме есть одно небольшое но потому что автомобиль по крайней мере по кузову проверялся проверялся толщиномером очень интересная схематика покупки приехал человек покупать машину продавец сказал сразу что по автомобилю три крашенных элемента он этого не скрывал даже предложил свой толщиномер показал рассказал две двери потому что была царапина и передняя стойка потому что опустили случайно совершенно шлагбаум этим же оправдали замену лобового стекла человека все устроило потому что остальные кузовные элементы все были в пределах заводской нормы машина была куплена по прошествии определенного времени у товарища начались проблемы с электроникой он приехал в сервис и ему немного приоткрыли глаза сегодня мы ему откроем глаза по полной программе действительно если верить толщиномеру то у автомобиля три вторично окрашенных элемента две двери с левой стороны и передняя левая стойка но на самом деле то что показал толщиномер это самая верхушка айсберга все самое интересное в этом автомобиле скрывается под капотом скрывается я думаю под накладками стоек потому что накладки стоек я еще не снимал мы с вами сейчас снимем вместе но под капот я уже краем глаза заглянул судя потому что я увидел и потому что я вам сейчас покажу этот автомобиль самый настоящий страшный сон мальчика с толщиномером потому что толщиномер показал то что мы с вами увидели но то что мы с вами сейчас увидим без толщиномера это действительно гораздо и гораздо интереснее капот оригинальный капот окрашен на заводе и сразу же возникает вопрос зачем снимать с автомобиля оригинальный заводской капот и второй раз его ставить но на самом деле капот это только начало обратите внимание на пластиковые накладки декоративные которые закрывают болты крепления передних крыльев если посмотреть на левую на правую мы можем увидеть что использованы разные пластиковые клипсы соответственно накладочки снимались и также как капот вторично сюда устанавливались это то что вот лежит на самой поверхности осматриваем уже под капот на и пространство осматриваем полку крыла одну вторую осматриваем лонжероны обратите внимание на герметик какой аккуратненько заводской герметик с правой стороны обратите внимание какой аккуратный герметик заводской оригинальный герметик с левой стороны посмотрим по точке вроде бы все так как должно быть абсолютно идентичные левая и правая сторона но есть одно очень важное я бы сказал основное но левая и правая сторона покрашены в разные оттенки посмотрите правая сторона более холодные оттенки левая сторона более теплый оттенок та же самая история откручивалась крыло если посмотреть по вот этому болтику видно как во первых сорванные грани по самому болту и также виден ореол как раньше стояла шайба то есть вот на этом месте как раз завода крепилась крыло но здесь собственно говоря то же самое поэтому оригинальное крыло окрашенное на заводе точно также снималась и вторично устанавливалась по левому крылу абсолютно зеркальная ситуация как и по правому она тоже снималась сорваны болты хотя крыло оригинальное есть штамповочка окрашена она тоже на заводе то есть на данный момент передняя часть автомобиля разбиралась ну по крайней мере то что мы с вами увидели нам не оставляет абсолютно никаких сомнений понимать что все это разбиралась и потом вторично собиралась но не вот эти вот два болта меня заинтересовали пока я снимал пластиковую накладку я обратил внимание на вот эти вот два болтика а вот это уже гораздо интереснее потому что эти болты они с завода должны быть черного цвета так они прикручиваются на заводе изначально черного цвета и прикручиваются уже после того как кузов был окрашен как раз по правой стороне мы видим замечательный живой пример того как это должно быть пожалуйста посмотрите сейчас на экране как выглядит с правой стороны как выглядит с левой стороны и как говорится почувствуете разницу это раз то что я увидел второе если заглянуть вот в это вот отверстие особенно если мы можем использовать такой удлиненный фонарик можно увидеть следы от сварки само собой такого вот на заводском автомобиле быть не должно и еще одна маленькая но очень интересная деталь посмотрите на вот этот кронштейн на кронштейн и если опять же заглянуть чуть глубже можно обратить внимание на герметик под лобовым стеклом обратите внимание на замечательный на пыл вот здесь вот краски быть не должно она присутствует предлагаю для начала снять дворники снять пластиковую накладочку здесь может быть пластик под раскидаем в том числе разберем водительский дверной проем есть такое ощущение прям предчувствие что здесь варка нужно понять так это либо не так и если здесь действительно варка хотелось бы посмотреть ее границы потому что на самом деле сделано довольно неплохо то есть если бы не вот это не попадание в цвет и не вот эти вот мелочи по болтам со стороны вполне себе неплохо сделано интересно очень интересно не зря мы сюда полезли смотрите какая красота обратите внимание на правую сторону как нанесен герметик как он покрашен также обратите внимание на покраску самих кузовных элементов и посмотрите как все это дело выглядит с водительской стороны начиная с герметика заканчивая покраской кузовных панелей предлагаю не останавливаться на достигнутом тем более для того чтобы снять следующий пластиковый элемент не потребуется много времени должны быть клипсы пластиковые которых нет но зато есть двухсторонний скотч с одной стороны со второй стороны и нет пожалуй я насчет клипс погорячился две клипсы есть наверное из шести семи тех которые должны быть но две клипсы мы абсолютно спокойно с вами сейчас демонтируем нам туда очень надо попасть поэтому мы ее точно также абсолютно спокойно снимем видно шпаклевка и что-то мне подсказывает вот если так даже пальцем провести я провожу пальцем а там бугорок то есть это не просто бугорок это самый настоящий шов который уходит вглубь панели давайте посмотрим это место при помощи зеркала и фонарика я так подозреваю что будет много чего интересного да абсолютно верно посмотрите вот в этом месте даже через краску даже через краску просматривается шов видна точка которую вы сверливали вот здесь вот даже не прокрасили и опять же шов соответственно вся часть резалась я хотел бы более внимательно посмотреть лонжерон и обратить ваше внимание для начала на вот эти два болта посмотрите один болт покрашен в цвет лонжерона такого быть не должно другой болт в цвет лонжерона не покрашен как раз завода вот эти болты они устанавливаются уже после окраски кузова если посмотреть под расширительным бачком на лонжерон под расширительным бачком и чуть глубже в районе рулевой рейки как раз вот здесь вот у нас самое интересное здесь герметик здесь шпаклевка и именно в этом месте резался и менялся лонжерон теперь посмотрите как это выглядит с завода и опять же посмотрите как это все выглядит по водительской стороне поэтому размах проблемы по автомобилю действительно очень и очень серьезно резалась не только сверху резалась еще снизу не зря мы снимали пластик потому что с внутренней стороны видно что элемент ремонтный он черный он абсолютно не прокрашены ни с одной стороны не с другой посмотрите какие на пыл и какие переходы идут и если например сравнить окраску вот этого элемента и окраску заводского элемента по внутренней части также можете посмотреть как это выглядит вот пожалуйста отчетливый переход начнем по старинке с уплотнительной резинки но для того чтобы ее снять будет проще начать с накладки стойки отлично обратите внимание на надписи которые сделаны маркером и еще такой небольшой но очень я бы сказал примечательный момент пластиковая клипса то есть вот здесь вот вставлена пластиковая клипса она изначально должна быть другого цвета она покрашена в цвет кузова то есть была вставлена сломанная клипса и и не стали вынимать и покрасили просто вместе со стоечкой ну и опять же пока у нас такой удачный ракурс я думаю что вадик нам сейчас покажет шов вот шов здесь проходит опять же герметик который идентичен герметику со стороны капота когда мы сняли жабо увидели с вами такой же герметик который точно так же окрашен но не будем на этом останавливаться снимем уплотнитель и обнаружили шов вот здесь вот точка входа шва у нас нет абсолютно с вами никаких сомнений в том что стойка пилилась рубилась если хотите резалась пополам именно в этом месте а вот еще один шов как раз недостающий который замыкает четвертную варку теперь ребус сложился все швы мы обнаружили мы теперь знаем четкую границу четвертной варки шов уходит в порог дальше он переходит в пол с четвертью все понятно я думаю что на этом можно закрыть вопрос именно по четвертной варки но предлагаю точно так же раз уж мы начали разбирать машину хотя бы в таком экспресс режиме осмотреть оставшиеся три дверных проема потому что вполне возможно что там тоже будут какие-то вопросы изначально по передней части автомобиля тоже ничего не предвещало беды ничего не предвещало такого размаха но мы получили четверть здесь для нас с вами ничего интересного нет хотя раз уж мы с вами сравниваем я вам рассказываю как должно быть если посмотреть на вот это пятнышко это как раз признак заводской окраски потому что это ну скажем так специфика окраски автомобиля и вот эти пятнышки они присутствуют должны по крайней мере присутствовать как заднем проеме левом также и заднем проеме правом давайте пойдем посмотрим если там такой заводской непрокрас этот дверной проем для нас также не представляет абсолютно никакого интереса с профессиональной точки зрения но справедливости ради вам скажу что точно такой же прямоугольник непрокраса присутствует соответственно по крайней мере вот это место она не красилась и ничего с ним не происходило боковых подушек шторок в автомобиле нет по комплектации поэтому отгибать потолок и что-то здесь смотреть нет никакого смысла снимем резинку с последнего проема эту резинку будем снимать по аналогии с водительским дверным проемом начнем именно с накладки стойки так будет проще так будет легче хорошо что сняли накладку стойки потому что теперь мы имеем возможность сравнение осмотреть две стойки правую и левую посмотрите пожалуйста как все это дело выглядит именно на сравнении и я думаю что никаких вопросов относительно водительской стойки у нас с вами не останется так но все-таки давайте снимем уплотнитель до конца что мы здесь видим да в принципе ничего особенного мы здесь с вами и не видим стоечка кстати красилась самую малость буквально сверху сам проем сама . заводские здесь все заводское а если посмотреть на вот это вот место можно увидеть пару капель краски даже не пару капель а такой прям хороший хороший наплыв краски вот здесь вот наверно сантиметра три-четыре длиной ну какая-то локальная краска кстати вот здесь вот тоже но в любом случае это стойка она не резалась впрочем как и центральная стойка тоже не резалась вся основная проблема все-таки у нас была по водительской части по водительской четверти с моей точки зрения сегодняшний осмотр довольно интересный результативный потому что каждая пластмасска каждая накладка каждая клипса и каждый болтик который мы снимали с автомобиля раскрывал нам автомобиль все больше и больше то есть у нас не было работы ради работы давайте снимем пластмасску потому что нужно набить тайминг каждая деталь все больше и больше давала нам информацию по тому что мы с вами увидели в финале на самом деле автомобиль еще интересен тем что он сделан под толщиномер то есть вся передняя часть собрана из оригинальных кузовных элементов которые были окрашены на заводе вы просите как такое может быть я честно говоря не могу вам сказать вот прям как это было по нотам но с большой большой долей вероятности я вам скажу когда машина попала в дтп начали искать детали начали искать различные кузовные элементы для ее восстановления соответственно нашли переднюю левую четверть она была большим куском от другого автомобиля именно поэтому сохранены заводские герметики сохранена точечная сварка сохранена формовка то есть взяли большой кусок покрасили вварили то есть сначала вварили потом покрасили но нужны были кузовные элементы внешне то есть передние крылья капот бампер и я думаю что просто удалось найти где-то на разборке элементы в цвет автомобиля поэтому не пришлось ничего красить элементы заводские оригинальные окрашены на заводе и единственное что выдает демонтаж и повторный повторную установку элементов это сорванные болты именно поэтому машина практически вся бьется под толщиномер и как раз этот факт вел человека в заблуждение потому что сверху-то посмотрели а вот копнуть поглубже ни у кого не хватило ну я не хочу сказать ума не хватило да ну вот не хватило опыта наверное не хватило желания копнуть именно машину глубже потому что все что сверху это одна история самое интересное всегда внутри сейчас мне предстоит все собрать все поставить назад это уже конечно не так весело это уже не так информативно как разбирать автомобиль но к большому сожалению без этого никуда любишь кататься люби и саночки возить опять же орландо шевроле орландо это абсолютно беспроблемный автомобиль ну то есть в криминальных историях он бывает крайне редко он никому не нужен по угонам тоталить эту машину делать с ней какие-то страховые подставы иметь страховую компанию это тоже не очень выгодно потому что это абсолютно средний класс это мечта дачника самая обычная семейная машина но даже обычный бюджетный автомобиль тоже может попасть в такую ситуацию и быть какое-то время назад в полностью разбитом состоянии а потом появиться в продаже как восстановленный не битый не крашеный ну или как он там позиционировался три крашенных элемента вот поэтому друзья более внимательно смотрите когда что-то выбираете обращайтесь специалистам к профессионалам обращайтесь ко мне я либо кто-то из экспертов из моей команды всегда готовы вам помочь если вас интересует сколько стоит сегодняшний автомобиль это шевроле орландо 2013 года выпуска вы можете перейти на сайт автору потому что вся актуальная информация по автомобилям с пробегом находится именно там посмотрите сколько стоит подобные автомобили в каких они бывают комплектациях может быть что-то выберите себе ну либо просто поймете на какую сумму денег попал владелец сегодняшнего автомобиля ссылочку на вторую оставлю в описании под видео нажмете перейдете и посмотрите на сегодня я думаю мы закончим если есть какие-то интересные истории какие-то интересные автомобили пишите звоните не стесняйтесь ну и не забываем подписываться на канал на сегодня все всем пока а я пошел собирать автомобиль